Это экстренный вызов телеканалу ОТС. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте, мы начинаем. Сейчас именно следствие может констатировать, что версия о совершении преступления сотрудниками коллекторской организации не нашла своего подтверждения. Нападение коллекторов на эскетинскую семью оказалось инсценировкой, кто и зачем ворвался в дом должников. Злоумышленники прибыли к офису организации, который возглавлял потерпевший на территории речного порта города Новосибирска. Похитила мужа и поместила в реабилитационный центр. Бракоразводный процесс вылился в уголовное дело. Обнаружил данные кассеты, вышел, после чего зашел вновь уже с надетой на него кепкой, дабы скрыться от фиксации видеокамеры и похитил данные кассеты. Поживился забытыми деньгами и получил срок за кражу. Находчивый таксист выслушал обвинительный приговор. Кто на самом деле напал на семью в эскетиме? Резонансное дело раскрыли и следователи выяснили. Коллекторы здесь ни при чем. 30 марта эскетим, а вслед за ним и всю страну взбудоражила жуткая новость. В дом Горбуновых ворвались четверо неизвестных в масках, жестоко избили голову семьи и 18-летнего пасынка, а хозяйку и вовсе изнасиловали, причем неизвестным предметом. Пострадавшие заподозрили, что визит им нанесли коллекторы. Некоторое время назад Наталья Горбунова заняла у микрокредитной организации 5000 рублей, но вовремя отдать не смогла. Проценты стремительно нарастали. И очень скоро сумма долго увеличилась в десятки раз. Соседи это не удивило. Семья периодически брала взаймы у всех окружающих. На раскрытие резонансного дела бросили самых опытных следователей. Поначалу они рассматривали различные версии, включая и ту, которую озвучили потерпевшие. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, лиц, причастных к совершению преступления. Проверяется версия связи разбойного нападения с получением потерпевшей в 2015 году займа в одной из кредитных организаций города Новосибирска. Чтобы проверить коллекторские агентства, правоохранителям понадобилось менее двух месяцев. Сотрудники СКР установили, кредитные обязательства семьи Горбуновых действительно стали причиной нападения. Но только косвенно. Сейчас именно следствие может констатировать, что версия о совершении преступления сотрудниками коллекторской организации не нашла своего подтверждения. Кроме того, в ходе проведения комплекса следственных действий первоначальные заявления потерпевших о совершении в отношении них разбойного нападения, а также насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшей не подтвердились. По информации правоохранителей, чтобы расплатиться по счетам, супруги решили продать дом. Оформлять документы им помогал приятель, ранее уже судимый за мошенничество. Однако со сделкой семья не торопилась и добровольный консультант решил инсценировать визит взыскателей. Позже, по версии следствия, к нему обратился и сын Горбуновых. 17-летний подросток предложил проучить отчима за тягу к горячительным напиткам и рукоприкладство. В итоге на дело пошли двое. Предполагаемый организатор нападения и его юный знакомый. Сейчас оба фигуранта задержаны. В ближайшее время суд решит вопрос об их заключении под стражу. Анна Скок, Артем Валевич, экстренный вызов. Пожилой мужчина предстанет перед судом за то, что едва не убил собственного сына. Ребенок упрекнул отца в алкоголизме и тот схватился за нож. Все случилось два месяца назад в Первомайском районе Новосибирска. Но подробности семейного преступления следователи раскрыли только сегодня. Подвыпивший многодетный отец не выдержал критики. В свой адрес бросился с ножом на 10-летнего сына и в итоге стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство малолетнего. По версии следствия, в марте 2016 года житель Первомайского района города Новосибирска, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома вместе с супругой и малолетними детьми, разозлился на 10-летнего сына из-за замечания в свой адрес о злоупотреблении спиртными напитками. С целью убийства мальчика отец загнал ребенка в угол и нанес множественные ножевые ранения по голове и рукам. На крики мальчика выбежала мать, оттащила мужчину и вызвала скорую помощь. В медицинском учреждении ребенок был своевременно прооперирован. Расследование завершено и вскоре к рассмотрению дела приступит суд. По аналогичной статье предсанет перед Фемидой и житель города Аби. В июне прошлого года мужчина вернулся домой пьяным, зашел в комнату к спящему 17-летнему сыну и начал его душить. Услышав шум, мать-подростка спасла его от неминуемой гибели. Следователи выяснили, что мотивом преступления стал пресловутый конфликт отцов и детей. Полгода назад обвиняемого лишили родительских прав, а вскоре он окажется на скамье подсудимых. Из семейных дел в уголовные споры за денег и бизнеса в процессе развода толкнули женщину на преступление. Чтобы отстранить супруга от раздела материальных богатств, злоумышленница выставила его пациентом, страдающим от алкоголизма. Брак и разводный процесс – немалый стресс для обеих сторон. Особенно, если совместно нажит бизнес и много имущества. Есть из-за чего поспорить. Привести дела в порядок супруга предпринимателя собиралась самостоятельно, а мужа, чтобы не мешал, решила на время запереть в реабилитационном центре для наркоманов и алкоголиков. Помогли даме в этом директор и три бывших пациента клиники. Злоумышленники прибыли к офису организации, который возглавлял потерпевший на территории речного порта города Новосибирска. И похитили мужчину и против его воли доставили в данный реабилитационный центр под видом пациента, страдающего алкогольной зависимостью. Похищение было более чем дерзким. На лечение бизнесмена везли на его же «Лексусе». Однако вынужденная реабилитация не продлилась долго. Всех исполнителей задержали правоохранители. Похитители признали вину и стали сотрудничать со средствием. Железнодорожный суд уже вынес два обвинительных приговора. Одного из соучастников осудили еще и за угон автомобиля. Теперь перед Фемидой предстанут жадная заказчица и директор той самой обители исправления. В ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения по существу. Попытка решения семейного конфликта может обернуться для фигурантов 15 годами колонии. Прокурорская проверка выявила хищение бюджетных средств в Сибирском кадетском корпусе. Возбуждены уголовные дела. Задержаны трое, включая заместителя директора муниципального образовательного учреждения. Прокуроры выяснили, сотрудники Сибирского кадетского корпуса мошенничали с закупками. Приобретали продукты для нужд учебного заведения по завышенным ценам. Материалы проверки передали в полицию, а затем в Следственный комитет. Правоохранители задержали троих фигурантов, среди которых Андрей Решетько, заместитель генерального директора по экономике образовательного учреждения. Следователи возбудили уголовные дела по факту мошенничества в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Завтра следователь выйдет в суд с ходатайством об аресте обвиняемых. И последнее. Не украл, а нашел. Новосибирец поживился деньгами, которые инкассаторы забыли возле банкомата и получил реальный срок за кражу. В павильон с банкоматами на площади Ленина молодой таксист заглянул в ночь на 4 ноября. Незадолго до него там побывали инкассаторы, причем весьма забывчивые. На полу они оставили две депозитные кассеты с крупной суммой – более полутора миллиона рублей. «Обнаружил данные кассеты, вышел, после чего зашел вновь уже с надетой на него кепкой, дабы скрыться от фиксации видеокамеры, и похитил данные кассеты. Частично денежные средства в размере 780 тысяч рублей изъяты в ходе следствия обвиняемого». Находчивого Дмитрия Рудакова Центральный районный суд Новосибирска признал виновным в особо крупной краже и приговорил к полутора годам колонии общего режима. А забывчивые инкассаторы до сих пор расплачиваются за свою рассеянность. Их привлекли к дисциплинарной ответственности, лишили квартальной и годовой премии, а также ежемесячно удерживают из зарплаты по 10 тысяч рублей. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Он доступен по будням в рабочее время с 10 до 6. Видео ЧП выкладывайте в группе экстренного вызова ВКонтакте. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС.